Девчонки, всем привет! Сегодня будет у нас очередной тест-драйв масок, и в этом видео у нас будут бюджетные маски, потому что моя подружка, когда посмотрела видео с масками Kiehl, сказала, слушай, ну Kiehl это, конечно, круто, было бы странно, если бы они не работали, да, но давай, сними какое-нибудь видео с бюджетными масками. И я подумала, блин, она права. Поэтому, девочки, в этом видео у нас будут бюджетные маски, буквально не стоит им что-то, даже меньше, чем доллар. Две маски будет от Biolende с детоксом и с огурцом и лимоном, лаймом даже, я бы сказала, и еще три от торговой марки Zaja, я бы ее называла просто Zaja, вот это моя любимая с какао-маслом, потом одна с серой глиной и одна увлажняющая с белой глиной. В общем, протестируем, посмотрим, как они работают, эти масочки. Наверное, давайте начнем сегодня с моей любимой увлажняющей с какао-маслом, потому что, не знаю, сейчас хочется такого-то увлажнения, видите, что у меня щечки немножко розовые, потому что я, наверное, минут 5 назад умылась и еще не наносила никакой крем, поэтому сейчас очень сухая кожа, ее нужно скорее увлажнить. Вы видите, да, масочку. Открываем ее и посмотрим, какая она по текстуре. А по текстуре она, девочки, напоминает такой жирный-жирный крем. Видите? Сейчас мы ее нанесем, похожу и расскажу вам о своих ощущениях. Так, ну что, я нанесла маску, с ней нужно ходить минут 10-15. Она хорошо впитается в кожу, хорошо ее увлажнит. Я потом обязательно вам сниму видео, где покажу, как же она увлажнила мою кожу, уберет ли она покраснение, в общем, это все посмотрим. Вот, и аромат, девочки, этой маски просто божественный, это, знаете, такая печенька, очень вкусная печенька. Не знаю, мне очень нравится эта маска и по аромату, то, как она действует, но вы все это увидите сами чуть позже. Так что, до скорых встреч! Девочки, я походила с этой маской уже 15 минут, могу сказать, что ощущения очень приятные. Кожа чувствуется, как она увлажняется. И вы видите, что кожа, на самом деле, много маски и впитала тоже. На лбу практически не осталось этой масочки. Сейчас я смою, ощущения очень приятные, комфортные. И посмотрим, какой же эффект будет от этой масочки. Девочки, я смыла маску, я не знаю, насколько вам хорошо видно, но я ощущаю, что маска очень хорошо пропитала кожу. Действительно, кожа очень увлажнилась, она такая мягенькая, бархатистая. И я предвижу, что у меня краснота сошла. И после этой маски, если у вас жирная кожа, можно ничего не наносить, то есть никакого ни крема, даже зону вокруг глаз. Потому что, если вы обратили внимание, я наносила маску даже в зону вокруг глаз. Производитель говорит, что этого можно не делать и, точнее, даже лучше избегать зоны вокруг глаз. Но я увлажняю и мне, в принципе, нравится результат даже в этой такой очень деликатной зоне. Поэтому могу сказать, что эта масочка очень даже хорошая. Я ее могу рекомендовать, тем более столько, сколько она стоит. Господи, это вообще сущие копейки. Еще раз покажу вам упаковочку. Так что этой маске я ставлю твердую пятерку и рекомендую. Девочки, сегодня мы будем тестировать с вами маску от торговой марки Заджи, вот такой вот, с серой глиной. Она должна очистить хорошо поры, их подтянуть, сузить. В общем, не знаю, посмотрим, конечно, как она будет действовать. И ее нужно использовать, как говорит производитель, 2-3 раза в неделю и через 10-15 минут сбыть. Ну, в принципе, стандартная ситуация, да? Так, сейчас будем наносить. И у нас за окном ужасная просто пыль. Старший сын приболел, поэтому в школу не пошел. Поэтому сейчас мальчики играются вместе. Вот, муж на работе. А я решила себе сделать день красоты. Буду разно делать маски. И подумала, как замечательно, что я решила снимать тест-драевый масок. Потому что это такой классный подспорь. И, знаете, вам стоит покупать маски за доллар или нет. Итак, наносим. Ну, что, девочки, могу сказать, что масочка очень легко наносится. Она очень имеет приятную консистенцию. Вот, и вот этого вот пакетика слегка хватит на то, чтобы ее нанести один раз. Ну, хотя, конечно, если вы любите там несколько раз использовать такие маски, то на второй раз точно не хватит. Но, чтобы, знаете, таким хорошим плотным слоем нанести, то одного раза более чем достаточно. Ну, что, девочки, я нанесла эту маску. Сейчас похожу с ней 10-15 минут. И посмотрим, насколько хорошо она поработает. Она такого серого цвета, собственно, как и заявляет производитель. Так, ну, что, девчонки, я походила с маской 15 минут. Могу сказать, что она абсолютно не засохла. То есть, она, конечно, немножечко подсохла, но вы видите, что она, в принципе, еще такая достаточно мягенькая. Поэтому эту маску будет легко снимать. И это очень хорошо, потому что, помните, я как-то вам говорила, что маски из глины нельзя передерживать, то есть, чтобы они сильно засыхали, сильно застывали. Но сейчас она еще такая кремовая консистенция. Поэтому сейчас я ее смою и посмотрим на результат от этой масочки. Но пока могу сказать, что очень-очень комфортная маска. Нигде ничего не щипало, никаких неприятных ощущений абсолютно не было. И сейчас будем смывать. Так, ну что, девочки, я сняла маску, смыла ее. И могу сказать, что комфортные достаточно ощущения. Но щечки все-таки начинают потихонечку стягивать. Прошло, наверное, минуты две, потому что я подошла к детям. И что мы видим по поводу пор? Ну, в принципе, в принципе, в принципе, неплохо, девочки. Так что, да, этой маске, я говорю, да, и зеленый свет. И можно поставить этой масочке твердую пятерочку. Девочки, сейчас будем с вами тестировать вот эту вот маску от торговой марки Zaja. Это калиновая маска с зеленой глиной. Она предназначена для сухой кожи и нормальной. И поскольку сюда входит глина, она должна немножко очищать нашу кожу. Но поскольку она зеленая, как увлажняющая, посмотрим, насколько хорошо она увлажняет мою кожу. Открываем. Вот таким образом выглядит маска. Видите, она такой консистенции крема и достаточно такого зеленого оттенка. Наношу. И посмотрим, какой будет результат. С этой маской, как и с предыдущими, нужно будет ходить 10-15 минут. Потом смоем и посмотрим на результат. И если говорить о предыдущей маске, которую я наносила с серой глиной, после нее были очень комфортные ощущения, она абсолютно не засохла. Так что я не думаю, что и эта маска должна засохнуть. Скорее всего, она тоже останется таким, знаете, как будто бы немножко кремом. Чуть-чуть подсохнет, но не до какого-то такого конкретного высыхания. Наношу. Ну что, девочки, я нанесла эту маску. Могу сказать, что очень классное ощущение. Она наносится как плотный такой жирный крем, но очень легко распределяется. И тут такая приятная душка. Вам не передать. Очень классная маска. Я посмотрю, какой будет результат. Ну и, соответственно, вы тоже. Девочки, ну что, я походила с этой маской уже 15 минут. Могу сказать, что были очень приятные ощущения. Очищался такой легкий холодок. И никакого ни пощипывания, ни покалывания не было. Очень приятная душка у этой маски. Поэтому ходить с этой маской было настоящее удовольствие. Это правда. Поэтому вот эту вот маску с зеленой глиной я могу вам рекомендовать. Пользуюсь ей уже неоднократно. Но решила для вас снять этот тест-драйв, чтобы просто показать вам, чтобы вы видели, стоит тратиться на эту маску даже 1 доллар или нет. Могу сказать, что однозначно стоит. И сейчас я смою, и вы все увидите. Так, ну что, девочки, я смыла маску. И я не знаю, видно вам или нет, но кожа немножечко посветлела. Она стала более подтянутой. Но в то же время она более упругая. И я могу сказать, что из вот этих вот трех масок от Эзади, вот эта вот с зеленой глиной, это мой однозначный фаворит. Потому что после нее кожа с одной стороны и очищена, поры очищены. Но с другой стороны она увлажнена. Потому что после маски с серой глиной мне нужно было еще наносить на щечки обязательно крем увлажняющий. После вот этой вот зеленой я чувствую, что мне ничего не нужно будет наносить. И поскольку я пользовалась этой маской уже неоднократно, могу сказать, что эта маска однозначно стоит того, чтобы к ней присмотреться и попробовать. Девочки, сейчас будем с вами тестировать маску от Биэленты со свеклой и капустой коле. Эта маска идет с детоксом. Сейчас я вам ее покажу поближе. Значит, эта масочка предназначена для того, чтобы разгладить кожу и чтобы она стала более матовой. И подойдет эта маска для девочек, у которых комбинирована и проблемная кожа. Потому что сюда входит также пребиотик. Если кто не знает, пребиотик это то вещество, которое помогает нормализировать PH нашей кожи. Соответственно, укрепляет иммунитет нашей кожи. Я выдавила уже немножко маски. Девочки, вы можете посмотреть, как она выглядит. Она такого, видите, зеленого цвета. Напоминает под текстурик гель. И сейчас ее нанесем. Коле это такая капуста. Ее, кстати, в Дубае очень часто добавляют в разные салаты. И на самом деле она мне нравится. Аромат у маски достаточно такой освежающий. Вот, ну, я не знаю, видно вам или нет, она практически мгновенно впитывается в кожу. И сейчас нанесем пожирнее и посмотрим на результат. Так, ну что, девчонки, я нанесла эту маску. И могу сказать, что очень приятная душка у этой масочки. Она мгновенно практически впитывается. Здесь достаточно такой большой объем. Поэтому можно нанести маску таким хорошим слоем. Достаточно плотным и толстым, да. Вообще, эта маска должна регулировать выработку кожного сала. И она как раз предназначена для проблемной кожи. В общем, посмотрим, насколько хорошо она сработает. Хотя, на самом деле, у меня сейчас высыпаний никаких нет. Но посмотрим, что она сделает с моими порами. Из этой маски, девчонки, нужно ходить минут 15-20. То есть, не так, как обычно, 10-15 минут, а чуть-чуть подольше. Похожу и посмотрим на результат. Так, девочки, ну что могу сказать? Я уже хожу с этой маской почти 20 минут. И вы видите, что она практически впиталась в кожу. То есть, ее практически уже не видно. Но ощущения. Ощущения стали не очень приятны. Буквально после 5 минут, как я походила с маской. Потому что чувствовались какие-то пощипывания, покалывания. Особенно в зоне щек. Потому что у меня комбинирована кожа. И щечки у меня пересушены. И на носу, казалось бы, да, вроде бы нос жирная эта зона, да. Но, тем не менее, на носу тоже ощущались некоторые покалывания. И, честно говоря, если бы я не знала, что торговая марка Биолента, в принципе, относительно хорошая. Да, у них хорошая косметика. Я бы ее сразу же смыла. Вот. Но доходило 20 минут. Сейчас хочу поскорее пойти умыться. И, наверное, нанесу какую-то свою питательную маску. Потому что чувствую, что все-таки она, наверное, мне, ну, если не сожгла кожу, то очень приблизительно, да, такие ощущения. В общем, сейчас пойду поскорее умоюсь. И покажу вам кожу после этой маски уже вот как она будет полностью очищена. Ну что, девчонки, я наконец-то смыла эту маску. Честно говоря, ощущаю сейчас такое счастье. Потому что она мне невероятно просто стянула все лицо. Не только щеки. Щеки у меня конкретно пересушены. Т-зона у меня тоже пересохла. Потому что я сейчас нанесла свой любимый стеллаудер питательный. Я надеюсь, что кожа придет в себя. Потому что она очень сильно стянула кожу. Поэтому я не знаю. Может быть, конечно, за эту маску не нужно было ходить все 20 минут. Которые производитель заявляет. Но у меня вот, знаете, такие ощущения пощипывания, покалывания появились буквально через 5 минут после нанесения. И я подумала, что, ну, наверное, так и нужно. Может быть, может быть. Если бы я сняла эту маску, смыла там минут через 10. Может быть, моя кожа не была бы такой пересушенной. Но, блин. 20 минут для этой маски это слишком. Если купите, будете пробовать. То пробуйте так, чтобы все-таки прошло минут максимум 10. И опять-таки, если вы чувствуете, что кожа начинает сильно стягиваться. Обязательно ее смывайте пораньше. Так что это масочки, девочки. Я ставлю тройку. Потому что она не только не улучшила состояние моей кожи. А немножко даже ухудшила. И если бы у меня под рукой не оказался мой любимый Estee Lauder. Честно говоря, я не знаю, что бы я наносила. Пришлось бы, наверное, делать уже увлажняющую маску. Или какую-то еще питательную. Благо, у меня масок достаточно. Других, да, более проверенных. Но вот эту маску я не могу рекомендовать. Девочки, сегодня у нас последняя маска. И последняя маска от Beelende с огурцом и лаймом. Вот так она выглядит вблизи. И, честно говоря, после вчерашней маски я как-то опасаюсь наносить эту маску. Но все-таки нанесу и посмотрим, как же она сработает. Эта маска предназначена для проблемной кожи. Для того, чтобы сусить поры. Чтобы был матирующий эффект. Но в то же время есть и второй шаг у этой маски. Увлажняющий эффект. И после вчерашней маски со свеклой и капустой колей. Я буду наносить первый шаг. То есть очищение и матируевание только на Т-зону. А на щечки нанесу увлажняющую маску. И посмотрим, насколько хорошо она сработает. Вот. Потому что, конечно, вчера был кошмар и тихий ужас, девочки. Конечно, когда пользуешься косметикой первый раз, это может быть достаточно опасно. Поэтому нужно быть очень осторожными, девчонки. В состав этой маски входит витамин B3 и пантенол. То есть, в принципе, пантенол это, знаете, такое очень классное средство. Оно очень хорошо заживляет кожу. Если у вас вдруг проблемная кожа, и вы часто ходите на чистки, и для того, чтобы быстрее, скажем так, кожа регенерировалась, девочки, вот вам мой лайфхак. Когда вы пришли после хард-чистки, когда лицо просто все обдавлено, там куча всяких разных прыщей выдавили вам, нанесите плотненько пантенол. И наносите где-то дня 2-3 после чистки. Вы увидите, что быстрее будет заживать ваша кожа. Она быстрее будет регенерировать и значительно быстрее придет в себя. Я так часто делала, когда ходила к косметологу, когда у меня была проблемная кожа. Вот она мне все вычищала. И у меня кожа была, знаете, похожа на кровавое какое-то месиво лицо. Вот. Потом я приходила и сразу же наносила пантенол. Хотя косметологи говорят, что после чисток не используйте никаких других масок, даже не умывайтесь, приходите и вот такие красивые ложитесь спать. Я, честно говоря, после косметолога так делать не могу, потому что я прихожу, мне еще кажется, что мне все равно нужно умыться. Вот. Я иду, умываюсь самым нежным, ну, точнее, умывалась, да, самым нежным молочком, которое у меня когда-либо было. Вот. И потом наносила пантенол, жирненький крем под глаза и все. В принципе, за выходные моя кожа приходила в себя. Конечно, если не появлялось новых воспалений, потому что такие траблы тоже случались. Так. Давайте быстрее нанесу. Девочки, я это как лучше. Сказала, что нанесу первый шаг очищающий только на Т-зону, нанесла полностью на все лицо, так что проверим эту маску в полном действии. Но могу сказать, что вот сейчас, когда наносила маску, она очень хорошо ложится, девочки. Сейчас никаких неприятных ощущений вообще нет. Я бы сказала, даже очень приятный. Очень приятная такая душка освежающая. Так что я надеюсь, что эта маска мне подойдет. В общем, похожу с ней опять-таки 10 минут, смою и будем наносить следующий шаг. И проверим, насколько хороша эта маска. Ну что, девчонки, я с этой маской уже хожу почти 10 минут. Могу сказать, что уже она начинает конкретно подсыхать и стягивать зону щечек и вокруг рта. Поэтому я сейчас ее пойду смывать. Но что я хотела сказать. Эта маска, в отличие от вот этой вот со свеклой, она не вызывала никакого ни пощипывания, ни покалывания. И на самом деле очень комфортное ощущение. Так что, наверное, просто вот эта вот маска со свеклой у биоленты какая-то неудачная. Вот эта вот масочка мне нравится больше. Сейчас я смою первый шаг. И посмотрим на кожу. И потом нанесу второй шаг. И тоже будем уже подводить итоги этих масок. Так, ну что, девчонки, я смыла эту маску. Сейчас посмотрим, в каком состоянии находится кожа. На самом деле мне нравится эффект, потому что кожа не стянутая. Хотя сейчас мы нанесем второй шаг, который должен увлажнить кожу. Что касается пор. Ну, в принципе, да, она почистила. И почистила неплохо. Вот кожу. Кстати, я хотела обратить ваше внимание, что в состав этой маски входит зеленая глина. А мы с вами делали уже маску с зеленой глиной от Zagi. Так вот, Zagi мне нравится немножко больше, потому что она более кремовая, она не так подсыхает. И вот эту вот маску, бельендовскую, ее важно не придержать, потому что она потом засохнет, и потом ее нужно будет конкретно отдирать от кожи, чего делать, конечно же, не нужно. Или, знаете, так сильно тереть. Вот этого делать не нужно. Поэтому лучше маску не додержать, чтобы потом не сильно нужно было ее смывать. Сейчас будем наносить с вами второй шаг, вот, увлажняющий. Вот. И хотела немножко, пока я буду наносить второй шаг, рассказать вам о том, какие у меня впечатления от масок, от нашего тест-драйва. Могу сказать, что Белленда, конечно, очень хорошая торговая марка. Вот. У них достаточно бюджетная косметика. Вот. И после доктора Ирена Эрис я поняла, что польская косметика может быть действительно хорошей и относительно недорогой, потому что, те, знаете, бренды французские, там, Бланкомы, Шанели и так далее, и Стиллаудер, они, конечно, значительно дороже. Вот. Но по действию, знаете, иногда можно попробовать и польскую, и абсолютно не прогадаешь. Что же касается непосредственно масок, девочки. Меня очень радует торговая марка Заджа, потому что, во-первых, она бюджетная торговая марка, а второе, что она действительно очень хорошо работает. Вот. У меня есть крем под глаза, который мне очень нравится. Он с оливковым маслом. Сейчас, если он у меня здесь есть, я вам его покажу. Вот этот вот. Он очень неплохо увлажняет кожу. Мне он нравится. Используюсь им с удовольствием. Вот. Что касается масок, то меня тоже они очень порадовали. И если говорить про то, вот какой мой абсолютный фаворит у масок Заджи, то, конечно, это со зеленой глиной, потому что она меня просто покорила. Я буду ее покупать еще не один раз. Это точно. Тем более, что она очень бюджетная. Пока разговаривала с вами, уже нанесла вот этот вот второй шаг вот этой маски. Маска имеет, знаете, такую гелевую текстуру. Вот я вам сейчас поближе покажу. Вот. Маска практически полностью педал. Единственное, конечно, есть такая, знаете, легкая пленочка. И немножко липкий эффект есть. Поэтому я сейчас ее смою. И посмотрим на результат от этой маски. Ну что, девочки, по моему довольному лицу, думаю, вы поняли, что мне эта маска понравилась. Потому что она действительно очень хорошо, с одной стороны, очистила кожу, а с другой стороны, ее хорошо увлажнило. Поэтому вот этой вот маске ставлю твердую пятерку. Абсолютно моим фаворитом все равно является вот эта маска от Заджи. Потому что она очень хорошо очистила кожу. И она не пересыхала, она не стягивала вне кожу. И после нее действительно кожа была очищенная. Так что вот этой вот маске я ставлю твердую пятерку. И я рекомендую ее попробовать абсолютно всем девочкам. Вот. Вот эта маска все-таки, девчонки, нужно быть с ней немножко аккуратнее. С первым этапом, да, помните? Потому что эта маска быстро застывает, чтобы не было потом стянутой кожи. Какую маску я точно не рекомендую. Так я не рекомендую вот эту вот Биелинду с свеклой и капустой коле. Потому что это какая-то фу, а не маска. Выбрасываем ее и заносим в черный список. Что же касается масок серой глины и вот это вот с какао маслом. Вот эту вот масочку я рекомендую с какао использовать девочкам, у которых сухая кожа. Если у вас жирно-комбинированная кожа, девчонки, я думаю, что вы ее оцените больше зимой и осенью. Ну, а что касается вот этой вот маски серой глины, то она тоже замечательная, девчонки. Можете пользоваться ею как летом, так и весной, так и осенью, так и зимой. Ну, в принципе, тоже, потому что она тоже замечательно носилась. И, честно говоря, я удивлена качеством масок от Zaji. Так что я могу смело их рекомендовать. Они очень-очень достойные. Вот, так что буду пользоваться дальше, потому что это, на самом деле, не все маски от Zaji. Так что, девочки, бюджетные маски тоже имеют место быть. И они тоже могут быть очень даже хорошими и качественными. Конечно, нужно наносить с осторожностью такие маски, особенно если вы первый раз их тестируете. Можно нанести на запястье, посмотреть на результат. Я, видите, смело сразу наносила на лицо. Но, в принципе, я могу сказать, что я довольна этим тест-драйвом. Маску со свеклой, помните, да, очень аккуратно используем. Или вообще лучше не используем. Спасибо вам за внимание, девчонки. Если у вас есть какие-то пожелания, либо вы хотели бы посмотреть, как работают какие-то другие маски, можете писать, мне будет интересно. Услышите ли, допустим, вы уже пользуетесь какими-то масками, и вы прям очень-очень довольны результатом. Пожалуйста, поделитесь со мной. Спасибо вам еще раз за внимание, девчонки. Красоты вам, здоровья, и до скорых встреч. Пока-пока.